Девчата, всем огромный-огромный привет! Сегодня будет новое швейное видео. Лето уже подходит к своему завершению, а я еще не все платья успела выгулять, как в том мультике известном, и не все видео успела выложить с летними нарядами. Но ничего страшного, буду это делать по мере поступления вдохновения. Сегодня будет швейное видео, будем шить вот такое платье на резинках. Мне очень понравился крой, задумка и, в общем-то, ткань. Тоже, мне кажется, сюда отлично подходит. Но обо всем по порядку. В конце видео я, конечно же, пристану в полный рост. Сможете посмотреть на платье на мне, как оно смотрится. Может быть, тоже захочется вам сшить такое платье для себя на этот год, либо на следующий. В этот раз буду знакомиться с новым для себя ресурсом с выкройками, который называется «Хочу и шью». Либо на английском «Want and sew». Выкройка называется «Кира». Так, детали выкройки у меня готовы. Их не так много. Юбка сложная, состоит из трех частей. Все это из-за того, что разрез есть по передней части юбки. Я такое очень люблю. И в прошлом году сама строила юбку с разрезом. Та, которая Лео, помните, да? Оставлю ссылку на нее, если вдруг не видели это видео. Здесь все намного проще. Здесь не нужно ничего думать. Уже готовый разрез имеется. Вот эта часть, кстати говоря, со сгибом идет. То есть вот здесь я оставила место для второй части. Один рукав, второй рукав. Одна часть юбки. И у меня небольшие проблемы с верхом, потому что еще точно я не знаю, помещаюсь я или нет. Потому что, по идее, мне здесь нужно, чтобы и полочка, и спинка уместились. Они, ну, судя по всему, не умещаются. Но я что-нибудь сделаю. Что-то, да, предприму. Кстати говоря, у меня ткани 2,50, а нужно вообще-то 2,60-2,70. По инструкции я обычно на 10 сантиметров вообще внимания никакого не обращаю, потому что я, мне кажется, могу вместиться в гораздо меньший метраж. Ткань сейчас, наверное, не особо хорошо будет видно, потому что искусственное освещение у меня, как обычно. Покажу ее обязательно при дневном свете, при солнечном. Это вискоза твилл. Последнее время моя любимая ткань, потому что это все еще вискоза. Но за счет твиллопереплетения вот этих диагональных полосочек она более добротная, более тяжеленькая, не просвечивает. И такую ткань можно применять для изделий не только летних, но и зимних, и межсезонных, каких угодно. Это очень удобно. Мое платье, правда, будет истинно летним. Ну вот мне понравилась эта ткань. Кстати говоря, лежит она у меня с прошлого года еще. Фисташковый цвет, мелкая россыпь цветов. Все, перевожу детали выкройки на ткань мелком прям по лицевой стороне. Ткань я, как обычно, постирала при 30 градусах и отутюжила. Ну, отутюжила я ее еще в прошлом году, поэтому какие-то заломы остались. Все, больше не разговариваю, а приступаю к делу. Все крупные детали я пересняла. Розовый мелок, кстати говоря, очень он быстро расходуется на этой ткани за счет этих желобков. Прямо уходит в лед. И у меня остались только вот эти вот верхушки. Две, перед и зад, полочка, спинка. Но мне кажется, что я должна их уместить вот на том кусочке ткани. Кстати, у меня тут красотки, но это просто спортзал, поэтому не обращайте внимания. И я немного добавила длины, пару сантиметров. Как обычно, я всегда так делаю. Потом, если что, отрезаю, но мне нужно, чтобы длина была уверенная. Все, я вырезаю детали. Здесь припуски уже учтены, как обычно. И потом подключаюсь. Потом будем решать что-то с верхушкой. Ну и что, я сразу же тут и накосячила. Наверное, некоторые уже заметили это. Дело в том, что вот эту деталь я расположила не по долевой нити. Я ее расположила вот так вот. Вот, видно, да? Долевая идет вот таким образом. Это грозит тем, что потом в разрезе будет ткань некрасиво провисать. Мне кажется, что я примерно так же сделала и в предыдущей юбке. Это очень важно на самом деле. Я вот сейчас, насколько смогу, насколько мне позволят уже теперь вот этот вот вырезанный кусок, разверну и вот постараюсь хотя бы более или менее соблюсти эту долевую. Вот вы так не делайте. Смотрите внимательнее. Выкраиваю лиф переда. Сложила ткань пополам и обвела. И вот на том кусочке должно уместиться лиф спинки. Сейчас вместе с вами посмотрим, так ли это. Вот так, тютелька, тютельку. Та-дам! Смотрим, что я имею. Полочка, спинка, достаточно крупные детали, но это нормально, потому что все будет на резинках. Когда все на резинках, то всегда эти части выглядят гипертрофировано большими. Точно так же рукава. Смотрите, какой кат. Та-необычный. Так, две штуки. Юбка. Одна деталь побольше, другая поменьше. Здесь будет разрез. Ну да, здесь немножечко я накосячила. Вы видели, постаралась выправить, насколько это возможно, но не до конца, поэтому я так предполагаю, что провисание возможно. И заднее полотнище юбки. Такая уже более большая деталь. И по длине я поднесла. Вроде бы меня все устраивает. Мне нравится, когда нет обтачек и так далее. Про пуговицы уж я вообще там ничего не говорю. Все достаточно просто. Но нужно будет повозиться, видимо, с резинками. Я такое не помню, когда шила последний раз. Наверное, блузка Лили, может быть, была. И платье у меня еще есть. Идут такие фасоны, поэтому очень надеюсь, что и это платье тоже мне удастся и полюбится в итоге. Ну, в общем-то, не зря я думаю, что эта ткань лежала у меня, ждала своего часа. Она, видимо, ждала именно этой выкройки. Надеюсь, что получится в итоге все так, как я спланировала. И это платье будет меня освежать. Все, приступаю к пошиву. Начинаю пошив. Заправила нитку. Там нитки, которые не подошли, слишком темные были. Удалось мне найти более подходящие варианты. Вот такой вот цвет полыни. И теперь я буду стачивать в первую очередь спинку и полочку вместе по боковым срезам. Далее я буду стачивать две части переднего полотнища юбки. Для этого я сейчас сначала пересниму все метки. Например, метка разреза. Что-то он прям такой очень-очень нескромненький получается. Мы посмотрим. Я думаю, что потом можно будет, если что, сделать его чуть менее вызывающим. Складываю вот эту вот строчку по переду. Дошла до метки, сделала закрепку и теперь увеличиваю шаг до четырех. И закрываю полностью этот срез. Судя по всему, потом я эти нитки буду удалять, которые на четверку. А пока что все-таки сшиваю. Ну, по крайней мере, так сказано сделать. И здесь припуск полтора сантиметра. Далее стачиваю переднее и заднее полотнище по боковым срезам. Срезы обрабатываю на оверлаке. Припуски приутюжила, заутюжила. Вот такая получается верхушечка. И теперь я буду прокладывать строчку на расстоянии пять миллиметров от среза. Она нужна будет для того, чтобы, видимо, немножко подтянуть в случае необходимости. А вообще этот срез мне нужно будет вот таким образом подогнуть и ставить сюда резинку. Резинок здесь достаточно много будет и здесь, и на рукавах, и, соответственно, на талии. Увеличила шаг до четырех и здесь важно убрать натяжение нити, потому что иначе будет сборка. Сборка не нужна, нужна просто строчка, которую в случае чего можно будет подтянуть. Также не делаю я никаких закрепок. Заутюжила на пять миллиметров наизнанку и теперь отгибаю. Здесь, в общем-то, вот, понятно, да, вот, по сих пор. Вообще, в издруге написано с лицевой стороны отложить сантиметр и два миллиметра, но я такими вещами не люблю заниматься, правда, за это потом приходится часто расплачиваться мне, но вот все делаю на глазок. Ну, в общем, вот таким образом заутюживаю наизнанку. Получается у меня целенакроенная кулиска, в которую потом я протяну резинку. Видите, много ткани и как раз-таки, чтобы ее убрать, нужно немного подсобрать эту строчку. Сейчас я как раз это и сделаю. Здесь подсобралось, с этой стороны не видно и, во-вторых, будет здесь резинка все равно за то, что можно будет закрепить этот припуск и все. Очень умно, надо же. Я так долго думала, зачем эти строчки нужны. Так, все, прокладываю строчку на машинке, закрепляя эту кулиску. Кулиски на месте, я их отутюжила и теперь буду продевать бельевую резинку. Точно так же я обрабатываю окат рукавов. Заутюживаю эти 5 мм на изнаночную сторону. Далее еще раз подворачиваю на 1,2 см и вот здесь уже как раз таки эта строчка хорошо пригодится, потому что здесь сильное скругление идет и в связи с этим будут здесь излишки ткани. В этот раз я не буду пренебрегать наметкой и сделаю ее. Продеваю резинку и на мой взгляд большой проблемой является то, что я не знаю сколько резинки сюда нужно. Посмотрела инструкцию несколько раз, об этом ничего не сказано. Лишь приводится основной метраж резинки 3 метра на все про все, но здесь достаточно много где она будет и сколько в конкретном месте здесь, например, или в рукаве нужно понять тяжело. фиксирую резинку поперечной строчкой на расстоянии 0,8 сантиметра. Девчонки, я ку-ку. все написано черным по-белому, а на рукав 17 сантиметров. Ладно, хотя бы я сейчас это узнала. Итак, отмеряю 17 сантиметров и продеваю в рукав. И, кстати говоря, как это не странно, но я практически попала 26 на спинке сделала, но там нужно было 24, а у меня 22. Так что я чуть-чуть что-то, видимо, соображаю на каком-то подсознании. Итак, в рукав я продела резинку, делала шов, обработала его, заутюжила припуск и низ точно так же подогнула, как и на всех остальных местах. И точно так же мне сюда нужно будет продеть резинку. Здесь 22 сантиметра она должна быть. Как оказалось, вся информация была. Это просто я невнимательная. Оставила, соответственно, отверстие для нее. Затем мы его зашью. Втачиваю рукава в пройму. рукава пока что на металла и теперь мне очень хочется примерить этот топ, половину платья верхнего, потому что мне кажется, что какой-то он маловатенький. Может быть, конечно, мне так только кажется. В общем, сейчас пока что примерю, чтобы быть уверенной, что все идет по плану. смотрим. Значит, здесь все в порядке. Такие вот рукавчики. Симпатичные женственные это смотрится. Вот здесь наверное так вот лучше сделать, чтобы не тянуло. Хотя вот чуть-чуть здесь как будто тянет. Есть такой момент. Сюда я уже вставила резинку, но справа вроде бы нету. И рукав получается вот такой длины я бы на свой вкус сделала его все-таки длиннее либо короче. В общем, мне такая длина не очень нравится. Она уже теперь узнает что-либо менять. а так в целом, по-моему, ничего вам по крайней мере мне не мало, как мне сначала показалось. Стачиваю две части вверх и низ вместе. Низ изделия обработала оверлоком и теперь заутюживаю один сантиметр на изнаночную сторону. Я ни разу не обрабатывала низ таким образом. Знаю, что часто такое можно встретить. У меня всегда подгибка была. Ну, потому что, во-первых, не было оверлока, понятное дело. И сейчас я, если честно, тоже хотела сделать все-таки подгибкой. но потом решила попробовать так. Посмотрим, что получится. Оверлочная строчка у меня все еще не идеальна, хотя я прочитала все ваши комментарии. Не на все, кстати, еще ответила, обязательно отвечу. спасибо вам за них, за советы, за комментарии. Пока что не было возможности покрутить колесики в оверлоке и хорошо разобраться во всем, но я этим обязательно займусь в ближайшее время, и вот, может быть, поэтому меня тоже останавливает этот способ, потому что строчка все еще не очень красивая. Далее продеваю резинку в кулиску на талии. Эту кулиску нужно было настрочить наверх платья, но я настрочила вниз, потому что мне показалось, что талия несколько высоковата для меня. Выше ее делать мне не хотелось. И я пересмотрела видео, покомментировала, поняла, что я почему-то совсем не показала обработку разреза, но здесь на самом деле нет ничего сложного. Я обработала срезы на оверлоке, закрепила вот таким вот образом, на всякий случай. Раз, раз, все готово. И вот так выглядит низ. Ну, может быть, это не произведение искусства, но, знаете, очень быстро, легко, и, в принципе, меня такой вариант более чем устраивает. Мне все очень даже понравилось. и теперь, конечно же, примерочка. Прошло уже много времени с тех пор, как я его сшила, я его уже много раз носила, поэтому, поэтому у меня платье уже не слегка, слегка подмятое, но это верный признак того, что платье не висит у меня в шкафу, а с удовольствием носится. Единственное, у нас очень жарко, твиловая вискоза, она все-таки, знаете, такая поплотнее, как будто бы вот в 35 в ней немножко все-таки жарковато, плюс еще рукавчики, а так всем остальном в принципе отличное платье, мне очень понравилось, немного на камере зеленый цвет, это выбеливается, оно так, вот такое, красивое, все, примеряю и показываюсь вам. Ой, девчонки, но тут, конечно, случился настоящий фейл, не стала это вырезать, потому что, по-моему, это очень забавно у меня получилось, но я перепутала зад и перед платье, все, поправила, и да, так вот, наверное, лучше все-таки с разрезом по полочке, по переду, платье вот так выглядит, посмотрите, как женственно, мило, и очень красиво, больше всего мне здесь, конечно, понравился верх, хотя низ тоже, по-моему, отлично и сюда хорошо подходит. Плечки, кстати говоря, можно опустить, но мне, честно говоря, больше нравится вот именно в таком виде. Также можно поиграть и с рукавами, можно сделать их прям совсем короткими, либо чуть подлиннее, либо можно прям вот так вот до конца. Вот такое вот функциональное платье. Ну и, девчонки, да, я, видели вы, немножечко перепутала зад с передом, вот так вот все-таки смотрится лучше, спинка и полочка все-таки отличаются. И таким было мое видео, надеюсь, что оно вам понравилось, если так, то подержите его пальчиком вверх, мне будет очень-очень приятно, как обычно. Пишите ваши комментарии, и до новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok